Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я покажу вам свой уход за лицом. От А до Я. Я давно не снимала такого рода видео. У меня накопилось большое количество продуктов. И я покажу вам все, что взяла с собой в Америку. В начале этого видео я покажу вам свою коробочку, которую создала специально для Украины. А почему я создала ее для Украины? Дело в том, что когда я создавала свои бьюти-боксы для Казахстана, для России, то мы не могли отправить в Украину по многим причинам из-за таможни и нельзя было пересылать баночки, скляночки и так далее. Ура! Представляю вашему вниманию мой лимитированный гейнбокс в Украине. Ребят, наконец, благодаря моей сестре Юле, она мне очень-очень помогла и многим другим людям мы, наконец, сделали это. Юлька, ты молодец! Спасибо тебе огромное! Хочу представить вашему вниманию... Ура! Нашу коробочку красоты! Давайте посмотрим, что же внутри. Открывает наш показ любимый американский бренд Sensation Cosmetics. Это жидкая губная помада Lip Polish в красивом оттенке Orgasm. Это мой must-have, так как помада суперстойкая. Она не утяжеляет и не сушит губы. И, девчонки, в Украине есть потрясающий интернет-магазин, называется Tuti Beauty. Все ссылки оставлю под видео. В этом магазине вы найдете эти помады, а также многие другие товары из Америки. Я лично знаю хозяйку суперкрасивую, обаятельную, привлекательную, поэтому не бойтесь, можете смело заказывать. Также в моем бьюти-боксе вы найдете уходовые продукты для лица. Это любимый и популярный французский бренд лечебной косметики Uriage. У меня есть от Hermali легкий увлажняющий крем. Он подходит для нормальной и комбинированной кожи. Отлично увлажняет и можно наносить утром и вечером. Это сэмпл. А также у меня от Uriage от Hermali увлажняющий крем для контура глаз. Он подходит для всех типов кожи, для чувствительной. Предотвращает отеки и круги под глазами. Также я хочу познакомить вас с французским брендом Skinner Mill линия А. Она создана для решения проблем с жирной кожей. В коробочке находится очищение для жирной проблемной кожи склонной к окне. Это мягкое очищение, которое удаляет загрязнение с вашей кожи, а также матирует кожу. И еще слюит глобальный уход для жирной проблемной кожи склонной к окне. И следующие продукты, которые я вам покажу, вы можете найти в украинском магазине Be Nice. Очень хотелось, чтобы в моем бьюти-боксе был карандашик для бровей. И в коробочке вы найдете карандаш от фирмы Max Factor для бровей автоматический. Он хорошо растушевывается и можете оформлять смело им свои бровки. И с обратной стороны щеточка для расчесывания. Дальше вы найдете потрясающий бренд Vivienne Sabo, а именно помаду, бальзам Rouge Chamant, увлажняющая. Она в красивом оттенке, номер 712. И два продукта от бренда Rimmel. Водостойкий карандаш для глаз, баклажановом оттенке, очень насыщенный цвет. А также тушь для бровей от Rimmel Super Curlit. Она для объема и подкручивания. Также держится очень долго, не осыпается. И тушь не отпечатывается на веках в течение дня. И в коробочке вы найдете два пробника от Bourjois, тонального крема. Один из них матирующий. Надеюсь, вам оттеночки подойдут. Мы выбрали универсальные. Ссылочки на них я тоже оставлю под видео. Я очень люблю рисовать стрелки. Я рада, что в коробочке есть подводка для глаз. Подводка Flaumaster Maxi Color Art Magics. Она ультра черная, устойчивая. Я тоже ссылки оставлю под видео. И еще в коробочке вы найдете жидкую матовую помаду Maxi Color Glam Matte. Она супер легкая, пудровая, насыщенный цвет. У нее также бархатный финиш. У этой помады мягкий аппликатор. Помада произведена в Италии. Также горжусь, что в моей коробочке есть украинский производитель декоративной косметики Color Intense. От них у меня в коробочке жидкая матовая помада с пудровым эффектом. В составе есть масло какао. Выглядит на губах очень бархатно и красиво. У меня эти помады в разных оттенках, поэтому вам попадется один из красивейших оттенков. Я не знаю, какая именно, потому что все случайным образом. Надеюсь, вам понравился состав. Коробочка будет стоить намного дешевле, чем она обычно стоила в России и в Казахстане. Поэтому обращайтесь по всем вопросам. Контакты я оставлю под этим видео. Ссылки на все, на описание продукции, на контакты человека, на то, как вы можете купить ее и забрать и так далее. А теперь я вам расскажу, как ухаживаю за своим лицом. Всем привет! Я очень давно не снимала видео об уходе за лицом. Последний раз я снимала такое видео примерно год назад. За это время многое изменилось. Я кое-что поняла, открыла что-то для себя. Сегодня я покажу свой весь уход за лицом. Во-первых, есть дневной уход, вечерний уход. У меня здесь есть маски, очищение, кислоты, сыворотки и так далее. Пользуюсь я абсолютно всем. Самое главное то, что я для себя поняла, когда вы стареете. То есть, если вам не 20, не 25, то нужно очень-очень сильно ухаживать за кожей, не опускать руки, не расслабляться и максимально-максимально кожу увлажнять. Иногда нам кажется, что еще рано-рано-рано-рано, а потом в один момент вы просыпаетесь, подходите к зеркалу, видите, лицо немного ушло вниз. Появились какие-то синяки под глазами, носогубка стала ярче выражена, вал лица уходит, плывет. В общем, и это да, это проблемы женщин после 30. Помните, давно я снимала видео о том, что я брею лицо при помощи триммеров, которые покупала в Японии. И после этого видео ко мне поступило много-много писем, где их купить. Такие триммеры я видела на ebay, может быть, алиэкспресс можно найти. Самое главное, чтобы они были не острые, ну, в плане не чистое лезвие острое, а немного такое, вот знаете, ребристое. Таким образом я отбреваю на лице пушок ненужный, скрабирую лицо. У меня кожа очень классно скрабируется при помощи триммера. Полезная процедура, хотя многие из вас говорят, что происходит, Женя, зачем ты это показываешь? У тебя потом щетина, у тебя потом еще что-то, девочки, я уже больше года занимаюсь этим делом. И поверьте, у меня волосы от этого не стали расти длиннее, быстрее и как-то там еще грубее. Они точно такие же, такой же пушок прозрачный на лице появляется, как и появлялся раньше. Я просто от него избавляюсь, иногда я его не трогаю, а иногда избавляюсь, когда нужны какие-то съемки или мероприятия важные. Я знаю, что у меня лицо должно быть идеально гладкое, я просто убираю волосы. Могу месяц, могу два, не убирает ничего, пушочек обычный на лице. Но если вам он не нравится, то убирайте, потому что мне он не нравится. Все, то, что мне нравится, я убираю со своего тела. Этим занимаются все азиатки практически, кореянки, японки, китаянки. Другие блогеры в YouTube тоже говорят про то, что американские, именно американские, они говорят о том, что они тоже делают данную процедуру. Как бы не я одна такая сумасшедшая, как кто-то из вас там написал. Кожа появляется упругость за счет этого, она очищается, снимается роговевший слой. В общем, прекрасная процедура. Я вам бы посоветовала, если у вас какие-то проблемы, вы чувствуете, что вам это нужно. Потому что если вы чувствуете, что вам это не нужно, вам это не нужно делать, поверьте. Я из этой кучки убрала лишнее и оставила вот то, чем я пользуюсь на самом деле. Давайте начнем с умывалок. Есть у меня замечательная умывалка от Kiehl's, она с календулой. Успокаивает кожу и хорошо очищает. Знаете, успокаивает в каком смысле? Если какие-то покраснения, кожа воспаляется, то вот эти продукты с календулой от Kiehl's очень помогают в этом деле. У них еще есть тоник такой с календулой, потрясающий. Там прям плавают частички календулы. Вот он прекрасно успокаивает кожу. Если уже разговариваем о календуле и о Kiehl's, есть у Kiehl's вот такая потрясающая маска для лица с календулой и алоэ. И знаете, когда на лице покраснение, если вы, например, чистили кожу, и у вас красные пятна появились, она очень хорошо успокаивает. Вот наносите на лицо, и лицо выравнивает тон и убирает раздражение. Мне нравится эта масочка, у нее такой натуральный хороший состав. Тоже говорить о Kiehl's, у меня есть один продукт, который я взяла с собой. Крем для лица со спеозащитой 30, так как там будет солнце, куда мы летим. И мне вот этот крем очень-очень нравился. Когда летом я им пользовалась, потом, когда наступили холода, я его немного отложила. Хотя можно им тоже пользоваться, так как вы сами знаете, что зимой тоже есть солнце. Я его отложила, подумала, попозже буду его использовать. Так получилось, беру его сейчас с собой. Он очень густой и хорошо увлажняет кожу. Следующие продукты, которые я давно вам хотела показать, они мне практически закончились. Это потрясающая японская косметика. Это бренд Metatron. Хотела в первую очередь их показать, потому что это действительно очень крутые продукты по уходу за лицом. Во-первых, умывание. У них есть вот такой классный гель для умывания. Он густоватый, его нужно совсем чуть-чуть с водой и умывает лицо до скрипа. Я люблю, чтобы, знаете, иногда лицо было до скрипа умыто. Но не каждый день. Вот. Следующее, что у них есть, тоник для лица. Это потрясающий тоник для лица, который я использую после очищения. Потом тоник и затем я использую сыворотку. Вот эта сыворотка, она великолепная, которая идет под крем, под основной уход. У меня было такое, что я просыпалась с заломами на лице. Знаете, если спать лицом на подушке, то иногда просыпаешься с заломами. И ничего не разглаживала, никакая маска. А вот эти два продукта, ну, например, я как бы сразу умывалась этой линейкой, наносила сыворотку на лицо и затем наносила крем. И вы не поверите, но мое лицо разглаживалось. Все заломы уходили. Такого у меня никогда не было, не происходило ни с одной маской. Потому что у меня такая хорошая отечность бывает по утрам. И если есть залом, то он будет держаться до вечера. Хочу сказать об этом креме. У него потрясающая отдушка в японском стиле. Таком она совсем неуловимая, очень приятная. И крем по себе тоже, знаете, не оставляет никакой тяжести на лице. Хорошо впитывается и увлажняет кожу. Я заметила результат, что у меня кожа стала ровнее, сияющей. Вот благодаря именно вот этой линейке. Конечно, я миксовала иногда с другими продуктами. Но основной мой уход был, это японская марка, вот Метатрон. О ней никто, наверное, не знает, но она есть в России. Я могу наставить ссылки на нее. И очень-очень давно хотела вам ее показать и похвали. Хотела похвалить очень. Тоже у меня такой есть классный набор. Осталось по половинке от Dior. Это линейка вот Гидролай. Зимой, наверное, не пойдет этот уход сейчас, потому что он такой, знаете, люгенький и с холодком. Мне очень нравился этот эффект холодка. Он есть и вот в этой сыворотке, и в креме. Эти два продукта я недавно посоветовала своей подруге Лили, которая живет в Испании. Так как у них сейчас лето, тепло. И она как бы спрашивала, что бы ей такого взять. Я говорю, вот возьми эту линейку. Она обалденно подходит на теплый период, потому что освежает. Плюс очень хорошо увлажняет лицо. И лицо становится сияющим. Так что обратите внимание, если вы живете сейчас в жарком климате. Если у вас сейчас не зима, а лето, то вот как бы на лето, на весну вот эти продукты классно подходят. Полный восторг. Крем, который заканчивается от Айзенберг. У него и такие, знаете, мелкие частицы, которые растворяются на лице. Крем очень хорошо увлажняет. И я чаще всего его наношу на ночь. Наношу на ночь вот с этой потрясающей сывороткой. Ой, извиняюсь. В начале сыворотка на лицо, тоже от Айзенберг. Она подтягивает контур лица. И затем идет крем полностью на лицо. Он классный, он хорошо впитывается. И причем впитывается, знаете, так вглубь кожи. Я чувствую это увлажнение. Нету жирной пленки на лице. Ничего такого не остается. Очень приятные ощущения. Еще от Айзенберг я пользовалась кремом под глаза. Это, знаете, такой даже гель под глаза. И вот здесь очень много. Большой объем. Хватит, но долго. Дозатор. И очень удобно в использовании. В общем, это такой, знаете, основной уход. Утро. Иногда Диор. И вечер обязательно Айзенберг. Затем, если брать тоник, то у меня от Бабар есть потрясающий тоник. Я его люблю. Вообще люблю косметику Бабар. И у меня есть тоник для лица. Мне нравится всегда продукты с дозаторами. Удобно на спонж наносить тоник либо в ладошку, потом на лицо. Чем брать продукт в руку и выливать. Затем у меня от Бабар есть потрясающие ампулы для лица. Я вам уже не раз их показывала. Ампулы я заполнила сейчас новыми, эту коробочку. Так как удобно перевозить ампулы в таких штуках. Они восстанавливают кожу, восстанавливают лицо. И, как знаете, масочку перед сном. Или если я дома никуда не выхожу, я наношу эти ампулы. И что еще от Бабар есть? И от Бабар есть вот такая у меня сыворотка. Она крутится вот здесь снизу и выливается сюда жидкость. Образуется классный микс. Я все это смешиваю и наношу на лицо. Таких у меня было 5 штук в коробке. И осталось 2. Но это как дополнение. Это все как дополнение. И я этим всем пользуюсь. Нельзя ограничиваться одними продуктами. Так как мы все-таки взрослеем, стареем. И нужно постоянно увлажнять кожу. Дополнять какими-то масками. Чередовать, чтобы не было привыкания. Вот еще от Айзенберг. Хотела показать вам супер крутую маску для лица. Которая приводит лицо в порядок. Если вы немножко подустали. Она подтягивает. Хорошо приводит в тонус вашу кожу. И если у вас мероприятие. Либо что-то там еще. Если вы хотите нормально выглядеть. Вот эта маска потрясающая. Еще есть такая мужская. И некоторые блогеры говорят, что мужская еще круче. Для женщин. Хорошо. Еще круче подтягивает. И вообще все замечательно. Вообще я, если честно, в восторге от Айзенберг. Следующее, что я вам хотела показать. Маска. Если про маски говорить. Вот такая потрясающая увлажняющая маска для лица. От N. Simonin. Идеально ровный тон лица. Идеально ровный тон. Вся краснота уходит. Какие-то пятна уходят. И лицо просто потрясающее, сияющее. И еще я в восторге от бренда Origins. Маска вот такая вот. Можно ее наносить на ночь. И вообще она очень приятно пахнет. И вообще обратите внимание на бренд Origins. У них потрясающие продукты. Органические. И всякие масочки очищающие, увлажняющие. Очень хорошие у них. Также у них есть умывание такое для лица. Как скраб с частичками. Умывание, очищение в виде скраба. И очень классно умываться. Если вы чувствуете, что вам нужно легкое-легкое скрабирование. То вот этот гель для умывания очень хороший. Патчи под глаза Ортия. Эти патчи великолепны. В них очень-очень много жидкости. Именно вот эти гиалуронки. Коллагеново. И они прям плавают в этой жидкости. Хорошо снимают отечность. И крем для век в стеклянной баночке. Очень классный. А также крем для век мне очень-очень присильно нравится. От Kiehl's. С авокадо. Это просто мастхев многих девушек. Крем с авокадо просто потрясающий. Если вы любите масла, то могу посоветовать вот это масло. Оно является моим мастхевом. Не вызывает аллергию вообще практически ни у кого. И приятные для лица. Собственно, все. Вот такой сейчас основной у меня уход за лицом. Как вы видите, его немало. И я считаю, что в моем возрасте нужно прям глобально подходить к этому вопросу. И очень-очень сильно увлажнять кожу. Максимально делать практически каждый день маски для лица. Практически каждый день. Если вы будете утром и вечером делать маски, это вообще замечательно. Маски могут быть всевозможные. Могут быть тканевые корейские маски. Это уже тоже неплохо. Также вот я перелила сюда. Было уже полбанки гидрофильного масла от Шуи Мура. И я сюда долила от Киллз. Кстати, от Киллз тоже классное гидрофильное масло. Я смешала Шуи Мура с Киллз. Гидрофильное масло, оно как бы везде практически одинаковое. Вот и все. Вот такой мой уход был. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите ваши вопросы, если они у вас есть. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Продолжение следует...